Сергей Василенко работает водителем троллейбуса более 12 лет. За эти годы неоднократно принимал участие в городском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса» и получил статус серебряного призера. В этом году Сергей борется за первое место и поездку на всероссийский этап, который пройдет в Чебоксарах. Все конкурсанты очень хорошо подготовлены. На это было отведено очень много времени. Ребята усердно готовились, поэтому борьба на равных. Конкурс проходит раз в два года. Участники сначала выполняют теоретические задания, тест на знание правил дорожного движения, устройства и технической эксплуатации троллейбусов. А затем демонстрируют подготовку транспорта к рейсам культуры обслуживания пассажиров и водительское мастерство. Один из самых сложных этапов – комфортное вождение, на котором конкурсанты должны провести так называемую матрешку, символизирующую пассажира на время и не уронить ее. Так как на всероссийских конкурсах представлены также очень многие модели троллейбусов, разный модельный ряд, поэтому конкурсанты должны уметь управлять любой моделью троллейбуса. У нас на предприятии водитель троллейбуса проходит обкатку на всех моделях, какие есть в депо. Человек, участвующий в конкурсе и победивший в конкурсе в депо, получает повышение классности. Если у него был третий класс молодой водитель, он получит второй класс. В общем, все финалисты конкурса уже автоматически получат повышение класса. На территории Самарского троллейбусного депо номер 3 находится учебный центр, где все желающие смогут пройти бесплатное обучение и стать водителем троллейбуса. Ученикам центра выплачивают стипендию в размере МРОД, выделяют общежития для иногородних, а также после сдачи экзаменов и получения водительских прав гарантируют трудоустройство и единовременную выплату, подъемные 100 тысяч рублей. Конечно, хотелось бы нам видеть в нашем учебном центре большее количество учащихся, и мы в этом направлении много делаем здесь. И можете посмотреть, какой прекрасный ремонт сделан здесь в данном случае, и новые программы. Здесь целые программы помощи молодым специалистам, которые мы запустили вместе с предприятием, занимаемся этим делом. Конечно, есть над чем работать, но в целом учебный центр очень неплохо справляет свои обязанности. На сегодняшний день 225 троллейбусов. Троллейбусный парк однозначно будет обновляться. Губернатору будет представлена программа по обновлению троллейбусного парка, и там упоминается о закупке 80 троллейбусов. Победитель конкурса этого года – обладатель золотой медали Сергей Василенко и призер городского этапа Александр Соловьев, завоевавший серебряную медаль. Продолжит оттачивать свое мастерство и во время повседневной работы на линии и в депо, чтобы в дальнейшем вместе с коллегами со всей страны достойно выступить в Чебоксарах. Августина Охременко, Константин Головин. События.